Осень богата на профессиональные праздники. 27 сентября в нашей стране отметили День воспитателя и дошкольного работника. 5 октября – День учителя. Оба праздника объединяют людей, которые в свою жизнь посвятили такому сложному и благородному делу, как учить и воспитывать детей. Славинский район может по праву гордиться своими педагогами, лучшие из которых были приглашены на торжественный прием к главе района. Участниками приема стали лучшие педагоги и воспитатели городских и сельских школ, детских садов, центров дополнительного образования. Глава района отметил, что главное достояние педагогической отрасли – это люди, отличающиеся профессионализмом, сильным характером, талантом и трудолюбием. Я вам хочу сказать большое спасибо за ваш труд. Чтобы реализоваться в вашей профессии, прежде всего, нужно любить детей. Ваша задача – воспитать, ваша задача – дать образование. Ваша задача, наверное, учить нашего ребенка труду, прежде всего. Я считаю, что результаты говорят сами за себя. Наши дети – они победители районных олимпиад, краевых олимпиад, на федеральном уровне себя проявляют. Сегодня вам приходится тоже и доучиваться, и где-то, можно даже переучиваться. Вы сегодня инноваторы, вы сегодня и цифрой занимаетесь, и робототехникой, и технологиями, буквально всем, для того, чтобы действительно воспитать и научить наших детей двигаться по современной жизни. Слова признательности и благодарности прозвучали в адрес славянских педагогов и от председателя районного совета депутатов. Позвольте мне от имени Совета Муниципального образования Славянский район поздравить с этим замечательным, добрым, народным праздником. Народным потому, что мы все, когда были учениками, нас учили прекрасные учителя. И низко поклониться вам, как сказал Роман Иванович, вы прославляете Славянский район своим трудом, своими знаниями. От всей души вас хочу поздравить с этим замечательным, профессиональным праздником. Здоровья, удачи во всех ваших делах и начинаниях, карьерного роста и хорошей зарплаты. Лучшие педагоги района были отмечены благодарственными письмами Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации, денежной премии и подарком главы Славянского района. В числе награжденных был педагог станции юных натуралистов Николай Додонов. В сфере дополнительного образования он работает уже более шести лет. В прошлом году стал победителем краевого конкурса профессионального мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Естественно научное». Чем нравится именно дополнительное образование, это возможность проводить большое количество личных практических занятий. Мы с ребятами можем работать с животными, гемическими, биологическими приборами, проводя различные опыты и на практике познавая окружающий мир. За большой вклад в развитие системы образования, значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, 11 педагогам был присужден нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» была удостоена и воспитатель детского сада номер 31 Наталья Приходько. Для нее это высокая оценка ее многолетнего труда, которому она посвятила всю свою жизнь. Я работаю в детском саду уже больше 30 лет. Мне всегда нравится работать с малышами, смотреть, как они учатся, как учатся познавать мир, как они резвятся, веселятся. Мне нравится достигать с ними определенных успехов, несмотря на их маленький возраст. Каждый возраст интересен по-своему. Воспитатель, прежде всего, должен быть ласковый, доброжелательный во всех случаях, несмотря на все трудности. Трудностей в работе воспитателей и учителей достаточно. Но любовь к профессии, желание расти и развиваться вместе со своими учениками, совершенствовать мастерство позволяют славянским педагогам добиваться больших успехов. В этом году учителю русского языка и литературы школы номер 28 Станицы Анастасиевской Ольге Ластовке было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Кубани». Это, конечно, признание, наверное, того труда каждодневного, который вкладывает любой учитель. Но я уверена, что у нас в районе есть много учителей, которые достойны этого звания гораздо больше, чем я. Ну, вот, видимо, участие в конкурсах профессиональных, победы моих учеников в различных конкурсах, вот, видимо, они послужили тому, что мне присвоили это почетное звание. Я им очень горжусь, но считаю, что каждый педагог достойен этого звания. Учителем Ольга Александровна работает уже более 16 лет и за это время ни разу не пожалела, что выбрала именно эту профессию, видя, как благодаря и ее труду дети добиваются успеха в жизни. «Учитель делает будущее. Это ни для кого не секрет. И это, конечно же, интересно видеть своих учеников, смотреть, как складывается их жизнь, каких высот они добиваются в жизни. На мой взгляд, это самое интересное в профессии учителя». Завершилась церемония честования педагогов праздничным концертом, подготовленным артистами городского дома культуры. «Пускай он светит в конце, пускай легко живется, пускай людей хороших подарят вам года. Любви большой, чистой, добра родным и близким, мы вам желаем счастья сегодня и всегда». Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».